друзья мои приветствую в одном из последних своих видео я рассказывал о том что возможно когда продаете или покупаете частную недвижимость вы мало что на этом выгадываете и я естественно людей этим заинтриговал поэтому многие мне написали пожалуйста расскажите что вы имеете ввиду и так далее значит давайте я начну рассказывать по порядку первое что обычно происходит когда человек пытается продавать недвижимость он приглашает риэлтор ну скажем допустим меня я прихожу и говорю слушай у тебя квартира какая вот 1205 вот я посмотрел в стояке да то есть в стояке все квартиры одни и те же то есть я посмотрел квартира 705 505 905 1505 продавались скажем в районе от 398 300 399 400 395 одним словом моя оценка твоя недвижимость это 400 тысяч долларов за твою квартиру в торонто и поскольку поскольку я риэлтор ты будешь мне платить комиссию и соответственно комиссию агента покупателя поэтому ну допустим мы скажем договорились там пять процентов комиссии идет допустим просто для примера то есть соответственно продав за 400 тысяч долларов мы с тобой выставим скажем этом за 410 в расчете на то что человек придет поторгуется мы ему уступим там пять десять тысяч долларов эти самые в результате продадим вот за эти 400 тысяч долларов из которых ты на руки получишь 380 потому что бежна заплатить 5 процентов комиссии правильно что зачастую происходит человек не 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 подожди дожди дожди не ты оценишь мою квартиру в 400 тысяч долларов а я с тобой не согласен я хочу чтобы она продавалась за 420 тысяч долларов когда я спрашиваю человека почему ты так решил вот я тебе только что показала совершенно как бы реальные продажи ну это знаешь кто там чего там как продавал мне это не интересно я хочу продавать сам за свою цену поэтому с тобой я буду продавать минимум за 420 тысяч и тогда ты заберешь эти свои 20 тысяч долларов а я получу свои 400 как я и хотел это одна из самых типичных ошибок которые совершают продавец многие люди очень многие люди поверьте мне они убеждены что я могу сам регулировать цену своей недвижимости то есть вот я решил что мне нужно получить на руки 400 тысяч долларов как там мы будем продавать что будет риэлтор делать мне все равно я должен получить свои 400 тысяч долларов почему это является грубой ошибкой потому что вы можете действительным регулировать начальную цену своего предложения своей квартиры то есть вы можете по то есть грубо говоря вы можете поставить любую цену которую вы хотите если ваша квартира стоит 400 тысяч долларов то вам ничего не мешает продавать за миллион долларов это ваше дело пожалуйста другое дело что вы можете как я сказал регулировать только цену предложения а вот цену продажи регулировать всегда и только рынок никто другой это очень простой пример понять если вы пойдете на рынок удалить станете у себя в городе и положите свои яблоки и будете точно такие же яблоки как все остальные продавать там скажем на доллар за килограмм дороже что будет происходить ничего люди будут приходить на откусывать ваши яблоки пробовать у соседа говорит слушай твой яблоки ничем не отличаются от соседа поэтому я пойду куплю него ничего происходить не будет до тех пор пока вы до вас это не дойдет и до тех пор пока вы не станете продавать по тем ценам прокат по которым продают и все остальные тем не менее вот эта ситуация что я должен получить свои деньги и мне все равно кто что говорит он профессионал он 20 лет на рынке мне плевать на это я буду продавать столько, сколько я захочу. Что происходит зачастую дальше? Человек говорит, так, хорошо, если агент согласится продавать за 420 тысяч, он мне сказал, что цена красная в моей квартире 400 тысяч, ну я его ломаю, или он как бы согласится, будем мы продавать, скажем, допустим, за 420 тысяч. Почему агент зачастую на это соглашается? У него есть два варианта. Потерять клиента, сказать, ты знаешь что, я тебе объяснил, ты не понимаешь, делай что хочешь, иди продавай как умеешь сам. Это первый вариант. Второй вариант, это остаться с клиентом и сказать, слушай, ну окей, ну может быть он через пару месяцев поумнеет, когда он увидит, что вот эти его яблоки за доллар дороже, они никому не нужны. Либо он спустит цену, либо придет покупатель, который скажет, слушай, парень, ты два месяца уже продать ничего не можешь, давай уже начнем разговаривать о каких-то здравых цифрах. Следующая идея, которая иногда, не так часто, но иногда приходит в голову продавцу, он рассуждает следующим образом. Так, хорошо, квартира стоит 420 тысяч, и я ее продаю с риэлто. Что произойдет, если покупатель придет, заинтересуется моей квартирой? Ему же по большому счету все равно кто продает? Агенты, я лично продаю ему, вот предложили 420 тысяч, и оно вроде бы его устроило, да? Так какая ему разница, кому заплатить, агенту или мне вот эти самые 420 тысяч? Отсюда появляется мысль о том, что они попробуют ли мне продавать частно самому за 420 тысяч долларов, тогда вот эту комиссию в 20 тысяч я положу себе в карман. Что происходит дальше? Мало того, что человек встает завышенно, он еще пытается как бы сэкономить комиссию риэлторов, что совершенно понятно, потому что мы все люди, мы тяжело работаем, мы тяжело зарабатываем, и вот эти 20 тысяч долларов – это большая сумма денег, и они у нас совсем-совсем не лишние. Как я говорил в прошлом видео, у нас вы можете сейчас продавать частно через нашу профессиональную базу данных, для этого вам нужно найти риэлтора, который за там тысячу, две, три тысячи долларов, как вы договоритесь с ним, поставит вашу недвижимость в МЛС, и дальше вы сами по себе. Давайте я вам расскажу, что будет происходить дальше. Дальше, если вы не хотите платить комиссию покупающему агенту, то есть Сергей Гудин привел вам покупателя, я звоню вам продавцу и говорю, ты будешь мне оплачивать комиссию? Вы говорите нет. В прошлом видео я уже объяснял, что у меня в этой ситуации есть выбор. Мне нужно сказать тогда своему клиенту, слушай, либо ты должен мне заплатить комиссию, извини, я не могу работать бесплатно, правильно? Либо иди покупай сам. На что, как правило, в подавляющем большинстве случаев покупатель говорит сам, Сергей, без обиды, но платить мне тебе деньги неинтересно, потому что во всех остальных сделках 99,9% эти деньги платит продавец. Ну зачем, мне неинтересно, правильно? В то же время идти самому на страх и риск, там где-то с кем-то о чем-то договариваться в сложном процессе, в котором я ничего не понимаю, мне это совсем не нужно, мне это совсем неинтересно, поэтому давай вот что сделаем, давай пойдем посмотрим другие квартиры, потому что квартиры этих на рынке тысячи и хочет он продавать сам, ну пусть как бы сам и продает, мы с тобой пойдем и найдем другую. Вот это то, чем обычно заканчивается. Тем не менее, значит, мы двигаемся дальше, вы встали в МЛС, пытаетесь продавать частно и в один прекрасный день раздается звонок, когда человек приходит и говорит, слушай, у меня нет никакого агента, я хочу посмотреть твою квартиру, мне она вроде бы нравилась, давай начнем с тобой разговаривать. Что происходит дальше? Вы говорите, слушай, вот 420 тысяч это деньги, которые я хочу получить. При этом вы не произносите это вслух, но как бы понятно и так, что это те самые 20 тысяч, которые вы пытаетесь положить себе в карман, правильно? На что покупатель говорит, слушай, подожди, ну я же знаю, что ты продаешь без агента, значит, ты пытаешься эти 20 тысяч долларов сэкономить, положить себе в карман, но я-то тоже пришел без агента, я тоже, так сказать, пытаюсь что-то сэкономить, поэтому давай я тебе предложу 400 тысяч, да? На что вы ему говорите, слушай, парень, если бы я хотел бы 400 тысяч, я бы выставил бы за 420 тысяч с агентом, ты бы заплатил бы эти 420, и я бы получил бы свои 400 тысяч. Какой смысл мне тогда вставать за 400? Да? Я буду сам заниматься с тобой переговорами, я буду сам заниматься полностью процессом, а зачем оно мне нужно? Я получил бы те же самые деньги, если бы эту всю работу проделал бы агент, правильно? На что покупателям говорят, извини, но тогда мне неинтересно. В результате, чем эта история обычно заканчивается, вы говорите так, слушай, у тебя нет агента, у меня нет агента, тебе неинтересно заплатить 420, мне неинтересно 400, давай друг другу искать где-то на середине. В результате вы договариваетесь на сумму в 410 тысяч долларов, вы как покупатель потираете руки, говорите, ну вот здорово, я 10 тысяч долларов, я в общем-то сэкономил, это большие деньги, за эти деньги можно пойти купить какую-то подержанную машину, что очень здорово на самом деле, правильно? Так ли это на самом деле? Давайте я вам расскажу, что может произойти и что почти наверняка произойдет. Допустим, вы купили квартиру за 410 тысяч, выгодали вот эти самые 10 тысяч долларов, вы приглашаете друзей на новоселье, супруга или подруга одного из них, будущий начинающий риэлтор, она только-только начинает осваиваться в профессии, и вы, так сказать, за бокалом, провозглашая какой-то тост, говорите, ну что риэлторы, видите, я справился без вас, у меня все прекрасно получилось, замечательно я все сделал, и плюс я еще сэкономил на этом 10 тысяч долларов, это огромные деньги на самом деле, так? Она вам на что скажет, слушай, ты знаешь, я посмотрела, посмотрела базу данных, просто для интереса, я вот сейчас учусь, пока там тренируюсь и так далее, в твоем билдинге у тебя же какая квартира там, 1205 же, да? Есть 705, есть 505, есть 1505, есть 1905, 398, 400, 395, 399, ты знаешь, я посмотрел, ты не обижайся, ты сам, как говорится, напросился на это, раз ты завел этот разговор, но, по-моему, насколько я понимаю, цена твоей квартиры никак не больше 400 тысяч долларов. После чего ваша улыбка начинает постепенно таять на лице, и вы говорите, подожди, что-то я не очень понял, ты на что намекаешь-то? Ты намекаешь на то, что я как бы не выгодал вот эти 10 тысяч долларов? Она вам говорит, вы знаешь, я вообще-то не очень тебе намекаю, я тебе говорю как есть. Если ты хочешь правду, раз уж ты сам напросился на нее, ты на самом деле не выгодал никакие 10 тысяч долларов, ты заплатил лишние 10 тысяч долларов, потому что цена твоей квартиры 400 тысяч долларов. Понимаешь? И как бы непонятно, зачем ты это делал, потому что ты брал на себя весь труд, который должен был проделать риэлтор, ты брал на себя все страхи и риски, все опасности, подводные камни, которые могли возникать, ради чего все это ты делал? Для того, чтобы заплатить, сделать ему подарок, заплатить ему лишние 10 тысяч долларов. Скажи, пожалуйста, как много в этом смысла? Если вы думаете, что история, которую я вам рассказал, является какой-то уникальной, то вы глубоко ошибаетесь, потому что это происходит довольно часто. Это запрограммированная, заложенная изначально в корне ошибка, потому что когда вы идете покупать без профессионала за спиной, вы видите в системе, что какие-то квартиры продаются там за 430, за 420, за 450 и так далее. Это не имеет никакого значения, потому что цена предложения – это цена предложения, помните, мы говорили, а агент может зайти и посмотреть, за сколько это реально было продано. А продано это было реально за те самые 400 тысяч долларов. На что вы мне можете сказать, Сергей, подожди, ну ты вот говоришь, что нельзя заработать на продаже частным путем, ну как же нельзя, вот он же заработал, то есть он должен был продать за 400 тысяч, то есть он, продавая частно, заработал лишние 10 тысяч долларов. Вы знаете, в мире, в жизни много чего происходит, при условии, если удается найти какого-то чудесного чудака, понимаете? Потому что по-другому назвать человека, который ничего не понимает в сложной профессии, не разбирает в том, что он делает, идет, вешает на себя все труды, все риски, все опасности, все подводные камни, с благородной целью озолотить продавца и заплатить ему 10 тысяч долларов. Ну да, в принципе, да, если вы хотите найти такого, если вам удастся найти такого чудесного парня, то да, наверное, можно продать выгодно. Как часто это происходит в реальной жизни? Совсем не часто. И помните, в первом видео я говорил о том, что у нас есть статистика, совершенно официальная статистика, Торонто Real Estate Board, это наша ассоциация риэлторов, в которой черным по белому ясно говорится о том, что 90% сделок у нас происходит с участием риэлторов, и лишь 5% людей идут покупать что-либо самостоятельно. Вот вам и весь ответ. Вы знаете, еще мне довольно частую вещь говорят, что, Сергей, ты понимаешь, вот ситуация какая? Продавая частно, у меня был какой-то кураж, да, то есть, что я мог вот какие-то потенциально, я их, наверное, скорее всего, не заработаю, как ты говоришь, но потенциально вдруг я могу вот заработать там 10-20 тысяч долларов. К сожалению, с риэлтором эта ситуация не присутствует, потому что, что бы ни происходило, ты в любом случае ему эти 20 тысяч долларов заплатишь. То есть, у тебя вот эта вот как бы мечта, она отобрана. На самом деле, тут тоже определенные заблуждения, и я попробую вам сейчас это объяснить. Что происходит, когда вы продаете частным? Я вам только что назвал статистику, 90% сделок происходит с участием риэлторов. Если вы не платите агенту-покупателю, значит, все они разворачиваются и уходят, как мы с вами говорили. Это получается, что на 100 человек, которых проявили какой-то, так, на компьютере посмотрели по описанию, и проявили интерес к вашей квартире, если вы продаете в частно, то, соответственно, 5%, как мы говорили, которые частно покупают, да, примерно, то из ваших 100 человек, потенциально интересующихся квартирой, к вам могут прийти 5. Если мы говорим о том, что 90% сделок происходит с участием риэлтора, то из тех 100 человек, которые интересуются вашей квартире, придет 90. Ощущаете разницу, да? Из этих 90, которые придут, они не придут все покупать вашу квартиру, но из них, может быть, там, скажем, 10 человек, 7 человек проверяют интерес, и, возможно, они уже такие потенциальные покупатели, которые прощупают вашу квартиру на предмет ее покупки. Если брать то же самое соотношение, то сколько останется от ваших 10? Один, да? Значит, давайте сопоставим разницу. Если вы хотите продавать выгоднее и дороже, получить покупателя, который предложит вам максимальную цену, где больше у вас шансов и вероятности его найти? Среди тех 8, 7 или 10 человек с агентом? Или это будет вот тот один-единственный, который пришел вам в качестве частного покупателя? Следующий момент. У нас каждый год, у нас недвижимость как-то сумасшедше растет в цене, каждый год мне приходится участвовать в такой вещи, которая называется multiple offer ситуация или bidding war. Это одно и то же. Смысл заключается в том, что когда выставляется недвижимость на продажу, если недвижимость в хорошем состоянии, если она заранее как-то здраво оценена, то мы обычно что делаем? Допустим, недвижимость выставляется, начинаются просмотры, а предложения могут приниматься, скажем, допустим, через неделю. Для чего это делается? Для того, чтобы все вот эти 100 человек, которые интересуются вашей квартирой или вашим домом, могли пройти и посмотреть. В результате у нас получится ситуация, когда вот из этих 7 человек, которые проявляют интерес к вашему дому, они придут воевать за вашу квартиру или за ваш дом. Что происходит в этой ситуации, вы уже догадываетесь. Происходит фактически аукцион. Эти люди будут вести переговоры не с вами, они будут пытаться конкурировать друг с другом, кто больше предложит вам деньги. Каждый год, и в этом году мне приходилось участвовать в этой ситуации, наверное, по крайней мере, 4 раза. По последним сделкам я вам скажу, что дом, который продавал я лично, своего клиента, мы продали его на 110 тысяч долларов дороже, чем то, что мы спрашивали изначально, потому что было 5 человек желающих, которые начали, соответственно, предлагать больше денег, потому что ты можешь выиграть соревнования, только в том случае, если ты мне предложишь самые интересные деньги. В последней сделке, в которой я участвовал в качестве покупающего агента, то есть я представлял покупателя, мы не смогли, к сожалению, ничего купить, потому что цена выстрела на 150 тысяч долларов. Вот представьте себе, что это такое. Понимаете, к чему я говорю? К тому, что если через МЛС пришло вот этих 7-8 покупателей, то как вы собираетесь создать эту ситуацию, если у вас один частник? Один частник никогда в жизни вам не предложит цену больше, он будет пытаться ломать вашу цену вниз. Поэтому вот это заблуждение о том, что он придет, частник, мы с ним договоримся, мы что-то выгадаем. Выбирайте, что лучше. Вы хотите с частником договориться на вот эти 10 тысяч долларов разницы, или вы готовы получить на 100-150 тысяч долларов больше, когда у вас будет аукцион? Я думаю, что ответ, наверное, очень простой на этот вопрос. Друзья мои, я не ставил себе никакой задачи переломить мнение каких-то людей, совершенно несгибаемых в отношении риэлторов, потому что я уверен, что сейчас меня смотрят люди, которым даже если я положу 99 фактов на стол железобетонных, они все равно будут как мантру твердить о том, что риэлторы это проходимцы, это жулики, с ними надо бороться, а лучше их уничтожать и так далее. Нет у меня никакой задачи, потому что, поверьте, нам в Канаде работы хватает, потому что статистику я вам называл несколько раз, и повторю еще раз, 90% людей у нас работают с риэлторами. Поэтому это абсолютно ваше право выбрать профессионала, которым вы доверяете и которым вы заплатите деньги, и будете с ним заниматься, или вы не будете платить ему деньги, если вы покупатель, допустим, да? Либо вы можете попробовать продавать сами, частные, это абсолютно ваше решение, никто у вас его не отнимает. Я надеюсь, вам было интересно это послушать. Как всегда, я приглашаю вас подписаться на мой канал в Ютьюбе, на мою страницу Google+, ВКонтакте, Facebook, Одноклассники. Всех приглашаю, принимаю в друзья. Всего самого наилучшего и пока!